В обычной комбинаторике есть, кроме вот этого совсем простого, что число сочетаний из n по k, а число сочетаний из n по n по k. Есть еще такое великое соотношение. Число сочетаний из n по k, это число сочетаний из n-1 по k-1, плюс число сочетаний из n-1 по k. Напоминаю комбинаторное доказательство, когда мы выбираем k предметов из n, то число n может быть либо выбрано, последний n предмет, либо выбран, либо не выбран. Если он выбран, то мы из первых n-1 предметов должны выбрать k-1. Если наоборот последний не выбран, то мы должны из n-1 предмет выбрать k. Вот это важнейшее свойство чисел сочетаний, потому что она позволяет очередную строчку треугольника Паскаля приписывать по предыдущему. Так вот, похожее свойство есть и у гауссовых коэффициентов. Давайте посмотрим на вот эту вот нашу замечательную табличку. Если у нас есть произвольная последовательность без букв а и b, которая начинается в точке 0,0, заканчивается вот здесь, то последний шаг либо горизонтальный, либо вертикальный. Зачем это? Ну или, конечно, просто не с первого шага, точно так же сказать. Ну, давайте сначала я нарисую про последний шаг. Последний шаг длины 1 был сделан горизонтально. Вот тот же самый прямоугольник и последний шаг длины 1 был сделан горизонтально. Это все понятно. Замечательно, давайте размечать. Здесь у нас k-1. Здесь n-k. Ребята, вот когда у нас есть такие пути, понимаете ли вы, что мы вообще их умеем считать? Мы их умеем считать просто как пути, которые начинаются в этой точке, а заканчиваются в этой. Это просто-напросто число сочетаний из n-1 по k-1. Пути, у которых последний шаг вертикальный, очень легко считать. А вот такие пути считаем нужны. Смотрите, если у нас не шаг вертикальный, то эта площадка безусловно войдет. Это k-клеточка. Здесь у нас n-k-1. И высота k. Смотрите, сумма абсциссерты на 3 до 5 n-1. Значит, здесь будет число сочетаний гауссового из n-1 по k. Только очень важно. Вот эти k-клеточек надо не забыть. Значит, надо умножить на 2 степень k. Все понятны? Вот как выглядит то правильство для гауссового чиселосочетания. Гауссовое число сочетание из n по k. Это гауссовое число сочетание из n-1 по k-1 плюс куб в степени k умножить на гауссовое число сочетание из n-1 по k. Смотрите, что произошло. Просто в одном месте возник лишний множитель гауссового из n-1 по k. Сказать вначале. Смотрите, видите, я вам прислал эти две картинки. Сказал, что последний участок пути вот он такой, или горизонтальный, или вертикальный. А почему бы мне не начать с самого первого участка? То есть мы получим какое-то другое возможности. Итак, вот есть тот же самый прямоугольник. Я его опять рисую два раза. И, значит, смотрите, здесь ситуация, когда первый участок пути перезонтален. А здесь ситуация, когда первый участок пути вертикальный. Если вы уже хотелись, то вы никогда не отпустите. А здесь будет с этой точки движение b. Ребята, все абсолютно очевидно. Вот здесь 1, здесь n-k-1, здесь k. И вот эта таблица, это в точности число, не таблица, а все диаграммы емфи, то есть вот такие вот штуки, которые мы перечисляем, но каждый приписываем q в степени, до степени и так далее. Все они в точности описываются вот такой ситуацией. Из n-1 по k, потому что сумма вот этих клеток – это n-1. Отлично, связь с действием. Эти n-k клетки, чтобы говорить, никуда не денешь. Поэтому обязательно будет q в степени n-k. Так, я напоминаю, здесь n-k, здесь 1, здесь k-1, да? А здесь теперь у нас идет любой путь из этой точки зрения. Сумма координат равна n-1, а вот эта высота – k-1. Мы с вами нашли второе равенство. Число сочетаний Гаусса из n по k – это, смотрите, что это такое. q в степени n-k умножить на число сочетаний из n-1 по k-1, плюс число сочетаний из n-1 по k. Смотрите, как здорово, в одном случае q в степени n-1 по k стоит у этого слагаемого, а в другом случае q в степени n-1 по k стоит у этого слагаемого. Ну, получается, два закона, да? На самом деле, никакие это не два отдельных закона, это фактически один и тот же закон. Если вы вспомните про вот это правило, из n по k, это то же самое, что из n по n-1 по k, и, ну, значит, вот в этом число сочетаний перейдете к число сочетаний из n по n-1 по k, потом примените вот это, вместо канписа в n-1 по k везде, и потом назад развернете, то вы получите. То есть вот это равенство, на самом деле, объясняет, что эти два закона, по сути, одно и то же. Что делать дальше? То есть я вам объяснил, чему равны эти самые, да? Я сейчас должен найти форму для кауссового сочетания.